Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Озвучиваем уже написанное, взятое из книг на нашем сайте. Это мне задавали вопросы в разных местах. Вопрос 375. Почему Иисус ушел после того, как посадили Иоанна, а не защитил его? Так же и других праведников, которые приняли смерть за него. Ответ. Христос советует в случае опасности удаляться. От Матфея. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Он сам бежал, младенцем Египет, бежали его ученики. И это все было на пользу, и благодаря этому Слово Божие распространялось. Деяния. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Удаление от опасности сохраняет жизнь, и одновременно это забота о гонителях, чтобы они не впали в грех убийства. Верующему ничто не повредит, если он сам себе не вредит. Из житий святых мы находим, что очень многие христиане сами выдавали себя в руки гонителями, но церковь это не одобряет. Нужно удалять себя от ареста, а если такое случится, то мужественно переносить. Вопрос 376. Первый том открытым оком. Почему Иисуса называют сыном Давида? Потому что царь Давид был помазанник Божий? Родословно Иисусу много было других имен, и они тоже были помазанниками? Ответ. Были другие, хотя и очень редко добрые цари, но Давид был их родоначальником, их отцом. Он положил начало царству непоколебимому, собрал средства для построения храма, создал столицу государства Иерусалим. Он получил от Бога обетование, что от него произойдет правитель, и престол его никогда не кончится. И Бог верил в своем обещании, и говорил, от чресла твоих посажу. И даже через 30 поколений, происшедшие, есть от его чресла. Вопрос 377. Почему Нил Синайский говорил, что подвижнику лучше не читать Ветхий Завет, а читать писание отцов Аскетов? Ответ. Если он так говорил, то только потому, что нет у него страха Божия, и идет он ложным путем. Вся Библия переполнена местами, зафиксировавшими прямые указания самого Господа Бога о том, что нужно Библию читать день и ночь. Иисус Навин. Да не отходится и книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Я в другом месте отвечаю, что Библию необходима Ветхий Завет. Молодым не читать, люди не понимают. Он говорил так, то так. Библию надо читать, но для новоначальных надо же углубляться в Новый Завет. А кто Библию не хочет читать, тот зря молится, и неблагоразумен тот. Приджик, тот клоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва в мерзость. Хотя бы самые знаменитые люди говорили напротив, все равно они мерзавцы, распространяющие мерзость и манафема. Галатам, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Лживые христиане легко усваивают подделки, потому что сходное к подобному льнет. Возрожденная Духа Божия не будет бродить по помойкам истории, а придет к чистому источнику жизни, ко Христу. Сон 118. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Притча. Не прибавляй к словам его, чтобы он не облегчил тебя, и ты не оказался лжецом. Иоанна 5.39. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Не просто читать, но исследовать, тщательно сверяя одно место с другим. Деяние. Здешние были благомысления фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Писанием Христос называет именно Ветхий Завет, так как Нового Завета не было. Когда такой случай возник относительно клятвы, то Иоанн зато сказал, я вам считаю владычный закон, а вы мне чужие грехи. Это не одно к одному. Вопрос 378. Почему после грехопадения человека в раю Бог изгнал его оттуда? Неужели иначе нельзя было поступить с человеком? Ответ Бог свят и безгрешен. Исайя. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Откровение. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои. Авакум. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснения Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведен Его? Абсолютная святость Божия сообщается только с тем, что свойственно Ему, говорит Григорий Низкий. Третья ездра. Для них я сотворил век. Но когда Адам нарушил мои постановления, определено было там быть тому, что сделано. Я отвечал и сказал, вот мое слово первое и последнее. Лучше было не давать земли Адаму, или когда уже дана, удержать его, чтобы он не согрешил. О, что сделал Ты, Адам! Когда Ты согрешил, то совершилось падение не на Тебя только одного, но и на нас, которые от Тебя происходим. По-человечески, когда мы в беззаконии, зачатой, во грехе родились и живем среди греха и во грехе, нам странно, как это можно, за одно только слово, превратить жену Лотову в соляной столб. За чуточку измененные слова Моисеем, хотя он и друг Божий, он уже не вошел в обитованную, так желаемую им землю. От Луки. Псалом. Псалом. Повелите ему Господь быть вождем народа Своего, так как Ты не исполнил того, что было повелено Тебе Господом. Тогда сказал Самуил, ныне оторг Господь, Господь царство израильское от Себя, и отдал его ближнему Твоему, лучшему Тебя. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что и долопоклонство. За то, что Ты отверг слово Господа, и Он отверг Тебя, чтобы Ты не был царем над Израилем, римлянам. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Бог удаляет грех и грешника и ищет его через добровольную любовь и желание возвратиться, соединиться с Богом. Это и продолжается уже 7510 лет. От Адама до Рождества Христа Иисуса 5508 лет. Первое царство. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление то же, что и долопоклонство. За то, что Ты отверг слово Господа, и Он отверг Тебя, чтобы Ты не был царем над Израилем. Дальше. Вопрос 379. Почему Сатана начал искушать Иисуса, Христа после крещения, а до этого не искушал? Ответ. 30 лет – это тот возраст совершенного мужа, который разрешал выходить на общественное служение. Пока человек живет счастной жизнью, он никому не докучает, кроме своих. Следователи на допросах говорили верующим, сидели бы тихо и молились, как моя бабушка, никто бы вас не трогал. И именно такие слова говорили мне судья и следователи в июле 1986 года. Мне пришлось встать и сказать в переполненный зал, начинайте проповедовать, и все вы будете сидеть со мной и у нас ко мне подсудимых. Награду выдал им. Давай. Христос вышел на общественное служение, на проповедь, и Сатана сразу же приступил, отвлекая его от этого. Цель служения Христа – спасение мира через страдания и крест Голгофы. Дьявол предлагает достичь конечной цели иным путем, мирным. Через чудо, власть, авторитет. В этих трех искушениях он сконцентрировал все соблазны мира. Кто накормит, наполнит чрево, затем он пойдут. Хлеба и зрелищ – вот рев римской толпы. Плебейская натура человека не изменилась, только искушения и добавки к пище сделались более утонченными. Любая революция, перестройка начинается с обещания облегчить жизнь. Землю крестьянам, заводы рабочим. Проповедник должен устоять против соблазна епископской кухни. Он должен быть абсолютно независим ни от того, ни от кого, как истинные пророки Яговы, питавшиеся скудно хлебом и водой, а не как лжепороки Вала, питавшиеся со стола Язавели. Бросься вниз и яви чудо, что ты выше природных условий, естественных законов, необычайно даровид, поразив воображение простолюдина. И за тобой пойдут толпы, как за русским антихристом, профирием Ивановым или Кашпировским и других. Истинный проповедник, выходящий на общественное служение, ни в чем не должен искушать Бога и не просить чуда. Ответ Христа – это образец для всех. Падше поклонись мне, признай мой авторитет, покорись римскому папе, патриарху и любому главарю, атаману, пахану, но только не Богу, покорись и я отдам тебе охранную грамоту. Тебе откроются всюду двери, получишь радио-телевидение, возможность выступать в парламенте. Вам внимку человек и дьявол. Ты признай мою силу, власть, превосходство и я дам указания, тебе будут перечислять средства на строительство храма Христа Спасителя. Министр вооруженных сил отдаст тебе ключ от храма, занятого под воинский клуб. Имя твое будет известно, будешь получать награды, путевки. Только поклонись. Христианин, чувствующий в себе веление Духа Божия, должен иметь единственный авторитет – Бог и Библия. Вот почему дьявол, приступая ко Христу, предлагает все под условием, что если ты сын Божий, то сделай это. А если ты не сын Божий, то есть там, где нет авторитета Библии и Бога. Пусть даже есть религиозные святыни, тем он не предлагает, как бы предполагая, что они уже без этого принадлежат ему. И во всем дьявол предлагает избыточность – не камень превращать в хлеб, но камни. Показывает не царство твоего народа, за пределы которого, быть может, тебе никогда и не выйти, но царство. Бросится с высоты самого высокого сооружения, с Вавилонской башни, иначе сказать – повергни свой разум главу. Он на меньшее не согласен, ибо во всем хочет быть как Бог, выдавая себя за Бога. И по всем трем пунктам, выступающий на проповедь христианин, должен ждать отрицательный ответ и нанести единственный удар – смертельный и неицельный для дьявола по образу Христа. Спаситель трижды отражает наглые претензии сопротивника одним словом – написано. И указывает соответствующую книгу Библии, главу и стих. Но каждый довод, который дал бы Христос или мы, у сатаны тысяча контрдоводов. Для этого есть научный материализм, научный коммунизм, научный сатанизм. Одна эта глава Евангелия от Матфея есть высшая школа для проповедников, и не надо никаких училищ, семинарий и академий, у которых это не преподается. Внешне, как будто результат нулевой, ибо написано, что сатана отошел до времени. В действительности же это была полная победа Христа. Субтитры создавал DimaTorzok